Я вот такой вопрос, задают вопрос мне, что это, мол, у них за мировоззрение такое, веришь, не веришь, то есть, мол, почему основано на вере, мол, нужны какие-то данные, то, досюда, пятое, десятое, а по-моему, вот я просто теряюсь, как ответить, ответьте, пожалуйста, как вот лучше всего сказать. Всего вам хорошего. Спасибо, Господи. Значит, суть вопроса вы уразумели? Что часто иные люди, живущие без божества и вдохновения, и слезы жизни и любви, нехорошо или не слишком хорошо понимая внутренний мир православного христианина, не без иронии, не без сарказма спрашивают. Как вы верите, основываясь на одной лишь вере, по сути? Приведите им, дорогой, если они хоть немножко образованно, учились чему-нибудь и как-нибудь, такое простое философское размышление. Вера и знания нерасторжимы. Можно верить чему-то, только если ты знаешь предмет своей веры. Верить, то есть доверять, полагаться, всецело уповать, надеяться, можно только на твердое плечо, на того, кто всегда с тобой, всегда тебя поддержит и утешит, защитит и поможет. В этом отношении наша религиозная вера основывается на видении, на знании. Мы знаем, кому веруем, знаем, кому поклоняемся, ибо прежде мы составляем правое суждение о Боге, а затем уже, найдя Его, нашего Творца, вступаем с Ним в живой союз любви. Таким образом, люди спрашивают вас только по причине собственного невежества, только потому, что они находятся в дремучем лесу неведения Бога. Милый мой, я знаю того, кому я верю, кому я обращаюсь и кто ведет меня по жизни. И ты можешь узнать, хватит уже жить в дремучем лесу невежества. Вот тебе, мною лично, подаренный Новый Завет на русском языке. Прочитай с терпением Евангелие от Матфея, и я рад встретиться с тобой в конце недели и уже поговорить с тобой предметно. А так, досужие разговоры, как правило, исходят из уст людей совершенно аморфного миросозерцания. Они избегают точного знания и ведения, довольствуясь по фабрикатам телевизионных новостей. Итак, призовите их изучить область веры, а затем уже вступайте с ними в какой-то более глубокий и серьезный диалог.